Катя, снимаешь? Да! Это было специально, это была специальная такая пародия, поэтому хватит, пожалуйста, мне писать, что это не мы придумали, спасибо, а мы не знали. Ну, в любом случае, вам очень понравилась эта тема, что вы находитесь у меня в гостях, что я хожу вам, что-то показываю, рассказываю про свою квартиру, так что сегодня я хочу еще немного поподробнее рассказать вам именно про мою комнату, про место, в котором я провожу большую часть всего своего времени, ну и тем более такой целостный рум-тур с монтажом вы можете уже посмотреть на моем канале, я его выпускала несколько месяцев назад, но с тех пор изменилось очень многое, добавилось много разной и мебели, и фишек, тем более новогодней атмосферы, потому что я наконец-то и украсила комнату к Новому году и всяких гирланд, поэтому давайте побыстрее начнем. Здесь у меня место, за которым я крашусь, то есть мой туалетный столик, здесь очень много всяких моих баночек, кисточек, резиночек, также много всяких свечек, украшений, и вот эта вся тема, тут висят все мои подвески. Дальше, кто не заметил, у меня появилось как раз-таки новое зеркало с потрясающим цветом и лампочками, их обожают просто все, кто ко мне приходит, и сразу начинают в нем фотографироваться. И у меня также под это зеркало новый стол, его вообще еще никто не видел, так как я не рассказывала про то, что он у меня появился, но здесь намного больше места, здесь лежит вся моя косметика, это не стоит показывать, потому что это не очень красиво, если честно. Дальше, вот в этом ящичке у меня лежат всякие мои расчесочки, также разные средства для волос, очень много всего. Здесь, в этих ящиках, я даже думаю, что не надо открывать, потому что лежит вот что-то вроде такого, потому что у меня очень много всяких бьюти-штучек, например, в этом, в первом ящике у меня лежат все мои маски, которые вы дарите мне на фан-встречах, с каждой фан-встречей, мне кажется, как минимум у меня плюс 5 масок. Благодаря вам я собираю вот такие вот коллекции, поэтому я недавно пересчитала, когда прикладывала все со старого стола на новый, что у меня 50 масок, и это только тканевых. То есть, да, понимаете, у меня целая коллекция уже, но я не успеваю их тратить. Здесь у меня тоже что-то вроде новогодней атмосферы, стоит гномичек, свечечки, фотографии с моими друзьями, и вообще очень много всего девчачьего, также духи, их здесь очень много, лаки, брызгалки и куча-куча всего. А здесь мои ободочки, которые я использую для видео 10 на 10, Christmas выпусков, то есть это Happy New Year и просто такие олени. Я думаю, что мы можем переходить дальше. Здесь у меня располагается моя кровать, самое мое любимое место, на котором лежит огромное количество таких мягких, очень пушистых, разноцветных подушек, которые я просто обожаю. Я считаю, что это неотъемливая часть моей комнаты и, в принципе, декора. Здесь потрясающий такой тоже пушистый, белый, который я купила на Новый год плед и обновила свой старый. Тем самым образом здесь на кровати у меня лежит мой любимый барашек, Шон. Без него я спать вообще не могу. Купила я его, наверное, когда была в Zara Home. И он мне настолько понравился, что я не устояла. Здесь, я думаю, вы все уже 300 раз обсмотрели каждую фотографию, которая здесь повешена. Ну да, фотографии с моими друзьями, просто какие-то памятные моменты и гирлянды, и много всяких огоньков. Очень все весело, здесь интересно. Дальше то, что как раз-таки нового появилось у меня в комнате, это доска, которую мне подарили на день рождения мой любимый бьюти-бомб. То есть очень многие, кто ко мне приходят в гости, сразу спрашивают, настоящая ли это доска для серфа. Я скажу, нет, друзья. Это просто такая декоративная вещь, которая устанавливается в комнату для декора, и просто чтобы это все красиво смотрелось. И также из нового у меня здесь неоновая вывеска. Girls, girls, girls. И также, опять же, всякая новогодняя атмосфера в качестве елочки, гирлянд и так далее. Здесь у меня лежат подарки. Я не стала бы вам это показывать, потому что это подарки, которые я сегодня, завтра, послезавтра, на следующей неделе буду дарить уже всем своим родным, друзьям, близким, и пока я прячу их в этой зоне, в этом месте, под кроватью, чтобы их никто не нашел и не подсмотрел. Здесь у меня мои два любимых шкафа. Первый это с разными декоративными штуками, то есть мои награды, всякие красивые украшалки. Например, вот это с Диснейленда я привезла из Майами. Вот это просто вкусно пахнущие свечки. Также здесь есть релакума. Вот эта тема тоже из Диснейленда. Люблю ее. И следующий шкаф. Очень боюсь, что сейчас нас ждет, когда я его открою, потому что я специально особо не убиралась к этому видео, потому что все-таки я хотела, чтобы это было более-менее так, как вы как будто реально приходите ко мне в гости, в комнату, я вам провожу такой тур. Здесь разные безделушки. Также очень много заряда, камер, просто то, что хочется спрятать в какой-то отдельный шкаф. Здесь вещи, которыми я очень редко пользуюсь или вообще в принципе не пользуюсь, но мне жаль их выбрасывать. И просто хочется их сохранить. Также очень много техники, всяких свечек. Очень много всего. Не буду даже показывать, потому что там все очень страшно. Так, переходим дальше к технической заминке. Обожаю свой шкаф. Все, все хорошо. Все работает, все рабочее. У нас все хорошо. Здесь у меня находятся мои любимые окна, из которых открывается потрясающий вид. И вообще вот это место мое самое любимое. Я мечтала о нем, наверное, до всю свою жизнь, до лет десяти. И вот получилось, вы просидите в какой-то момент у своих родителей. Сделали мне подоконник, на котором можно залезать, садиться. Здесь очень много подушечек. И можно просто такими теплыми вечерами открывать вот эту лестницу, залезать, сидеть, пить чаек и любоваться ночной Москвой. А здесь, если вы спросите, стоят коробочки с моим новым мерчем, вы можете по ссылке в описании перейти, посмотреть. Потому что у нас вышел недавно мерч, посвященный моей новой песне, NG. Поэтому, да, он очень красивый, он очень классный, фиолетового цвета. И также по ссылке в описании можете перейти на конкурс, в котором вы можете выиграть эти толстовочки. И, как видите, все мне приходят в такой оранжевой упаковке и коробке. А здесь у меня, кстати, лежит коробочка Beauty Bomb, которую можно сейчас приобрести во всех магазинах Магнит Косметик. И здесь, кто не знает, хотя я, наверное, мне кажется, уже рассказывала, собраны все мои любимые продукты от фирмы Beauty Bomb. То есть давайте я быстренько вам покажу. Здесь два стикера. Один мой, второй Beauty Bomb. Также палетка, состоящая из восьми теней. Моя любимая тушь My Bomb Lush из черного цвета. Карандаш для подводки глаз двухсторонний, поэтому он очень удобен в использовании. И также помада-блеск в оттеночке, могу даже сказать, 02. И да, вот эти все продукты покупать намного дешевле и экономнее получается, если вы берете эту коробочку, нежели вы покупаете все эти продукты по отдельности. Поэтому сейчас также в 100 коробочек я положила купон на приобретение такого же бомбера Beauty Bomb, который вы могли видеть на мне. И поэтому, да, покупайте, радуйтесь. И мне кажется, просто это очень классный подарок на Новый год. Здесь шкаф с моей одеждой. Очень много всего интересного и не очень. Могу вам быстренько показать. То есть здесь вниз, вверх, вверх, там вещи немного не по сезону. Точнее, там лежат уже летние вещи. Здесь вещи, которые не стоят вам показывать и видеть. А здесь мое рабочее место. Я не буду подробно о нем рассказывать, так как у меня есть отдельное, максимально подробное видео о нем. Могу также оставить ссылку внизу в описании. Или вы можете кликнуть сюда. Или сюда. Наверное, сюда. Кликайте сюда. И смотрите, здесь у меня мой любимый красный пресс новогодний, также который меняется с сезоном года. У меня здесь золотая кнопка. Я забыла о ней рассказать, по-моему, в своем видео о рабочем месте. Ну да, я очень горжусь то, что она у меня есть. И вообще горжусь, что я смогла ее повесить. Потому что многие блогеры говорят, что она безумно тяжелая. И она просто у них стоит где-то там на шкафу. Ну, здесь полочка всякими учебниками, книжками, мой компьютер, мои всякие учебники. Ну, вообще, об этом, мне кажется, можно вечность рассказывать, потому что здесь очень много всего. Также гирлянда и мои фотографии. А здесь мой огромный, потрясающий, невероятный, необычный шкаф с моей одеждой. Потому что здесь есть дартс. Мой телефон звонит, да, почему он у меня в руке? Ну да, 10 минут у нас окончилось. И, получается, наш челлендж подходит к концу. Но я уж, простите, пожалуйста, хочу рассказать про свой шкаф. Потому что иногда не хватает 10 минут на все видео, которые мы снимаем. И я думаю, вы заметили, что некоторые выпуски в этом сезоне намного длиннее, чем 10 минут. Здесь, как я уже сказала, вся моя одежда. Толстовки, комбинезоны, верхняя одежда, очень много джинсовок, платьев. Здесь, получается, моя обувь, кроссовки, туфли. Все-все-все-все, что я ношу на постоянной ежедневной носке. И также внизу, в нижнем ящике, у меня лежат все мои сумки и рюкзаки. Да, я говорю, я не готовилась к этому видео, поэтому тут, извините, у меня все красиво, идеально не лежит, как в рум-туре было. Но это моя жизнь, и не все тут как раз-таки идеально. Ну и тут тоже лежат всякие носочки. Это, да, мы не будем открывать, пожалуй. Ну и также на моем шкафу есть место, где можно написать всякие классные штуки. И пишут их мои друзья и просто люди, кто приходят ко мне домой. И также есть волейбольная сетка. Я ей не пользуюсь, но она просто есть. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск, понравилось это видео. И вообще, что вам понравилась моя комната. И ждите следующего выпуска. Я очень надеюсь, что вам нравится вообще, в принципе, эта идея здесь на 10, чтобы опять запустить еще один сезон. А я вас очень-очень сильно люблю. Смотрите прошлые выпуски, смотрите будущие. И, ну вот и все. Это было все. И всем пока-пока. Я так хочу поймать свою звезду на небе и огнешь. Я так хочу свою мечту. Всем спасибо.